Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Профессор Котовский. Но в то же время, как мне кажется, за подчинением должно последовать восстание. История доказывает, что человечество развивается, только восставая против подчинения правящему классу. В средние века произошла французская революция. Это был протест против власти. Однако сама эта революция подразумевала подчинение простолюдинам. Вы согласны? Шрила Прабхупада. Да, профессор Котовский. Значит, таких мер недостаточно, чтобы когда-нибудь положить этому конец. Подчинение должно сопровождаться восстанием против одних людей и подчинением другим. Шрила Прабхупада. Но всякому подчинению будет положен конец, когда вы подчинитесь Кришне. Профессор Котовский. Но, Шрила Прабхупада, это, конечно, точка. Больше не нужно будет никому подчиняться. Все другие виды подчинения вы должны менять с помощью революции. Но когда вы приходите к Кришне, этого достаточно. Вы получите удовлетворение. Я приведу вам один пример. Ребенок плачет, и люди по очереди берут его на руки. Но он никак не унимается. Однако, как только младенец попадает на руки к своей матери, профессор Котовский, он перестает плакать. Шрила Прабхупада. Таким образом, это подчинение, эти перемены власти будут продолжаться в различных видах. Но суть всех этих форм подчинения — подчинение Майи. Поэтому в Бхагавадгите говорится, что подчиняться кому бы то ни было, помимо Кришны, — это Майя. Чему бы или кому бы вы не подчинялись сейчас, в конце концов, вы должны подчиниться Кришне. Тогда вы станете счастливы. Подчинение неизбежно. Но подчинение Кришны трансцендентно и приносит человеку полное удовлетворение. Профессор Котовский. Не сталкивались ли вы с враждебным отношением к вашему учению со стороны ортодоксальных индусов или брахманов в Индии? Шрила Прабхупада. Мы победили их. Профессор Котовский. Вот как, Шрила Прабхупада, любой ортодоксальный индус может прийти и вызвать нас на спор. Но у нас есть оружие, ведическая литература. Поэтому никто не приходит. Даже христианские священники в Америке любят меня. Они говорят, эти юноши, американцы, христиане, евреи, теперь так стремятся к Богу, а мы не смогли спасти их. Они признают это. Их отцы, их родители приходят ко мне, кланяются и говорят. С вами же, нам очень повезло, что вы прибыли сюда учить сознанию Бога. Так что, напротив, мне оказали хороший прием. То же самое и в Индии. Раз вас интересует Индия, все другие секты признают, что до меня разные с вами отправлялись в западные страны. Но никто не обратил ни единого человека в сознание Кришны. Они признают это. Что касается меня, то я не приписываю никаких заслуг себе. Я уверен, что это проявление действия ведического знания, потому что я даю его таким, как оно есть, а не фальсифицирую его. Я убежден в этом. Если у вас есть хорошее лекарство, и вы назначаете его пациенту, то можно не сомневаться, что он выздоровеет. Профессор Котовский. Сколько из этой тысячи ваших учеников живут в самой Индии? Сколько у вас общин в Индии? Шрила Прабхупада. В Индии? Профессор Котовский. Да, Шрила Прабхупада. В Индии очень много людей, сознающих Кришну. Сотни, тысячи, миллионы. В Индии нет такой проблемы. Нет ни одного индуса, который не сознавал бы Кришну. Профессор Котовский. Да, я понимаю, Шрила Прабхупада. Вайшнавы. Вайшнавы. Это называется вайшнавским культом. Вы были в Индии, так что вам, конечно, известно, что там миллионы вайшнавов. Например, этот джентльмен, присутствующий при встрече индиец, командир экипажа Эйра Индия. Он не является моим учеником, но он вайшнав, сознающий Кришну. В Индии миллионы людей сознают Кришну. Есть даже мусульмане, сознающие Кришну. В Гаракпурском университете есть профессор-мусульманин, и он великий преданный Господа Кришны. Так что это естественно. В Чайтаню-Чаритамрите говорится, что сознание Кришны есть везде, оно в сердце каждого. Просто с помощью этого метода его нужно пробудить. Только и всего. Оно и в вашем сердце. Оно не является для вас чем-то чужеродным. Сознание Кришны в сердце каждого. Мы должны пробудить его этим методом. Это подобно восходу солнца. Солнце не появляется внезапно, из ниоткуда. Оно есть всегда. Но по утрам оно восходит. Так и сознание Кришны. Оно существует повсюду, но по той или иной причине сейчас оно скрыто. С помощью этого метода в процессе общения оно вновь пробуждается. Профессор Котовский. Вы приехали в Москву вчера. Вы что-нибудь уже посмотрели здесь, в Москве? Шрила Прабхупада. Нет. Меня не очень интересуют достопримечательности. Профессор Котовский. В любом случае, просто сидеть в старинном отеле не так интересно. Не увидишь многих людей. Вы уезжаете послезавтра? Шрила Прабхупада. Так у меня запланировано. Профессор Котовский. Вы уезжаете в Соединенные Штаты или в Европу? Шрила Прабхупада. Да, в Европу, в Париж. У нас готовится два очень больших торжества в Лондоне и Сан-Франциско. Идут приготовления к празднику колесниц Радхаятри. Этот праздник регулярно проводится в Джаганадхапури. Вы бывали в Джаганадхапури? Профессор Котовский. Да. Праздник колесниц проводится с давних времен. Очень древняя традиция. Огромные колесницы. Шрила Прабхупада. Да. И теперь этой традиции следует в странах Запада, в Лондоне и Сан-Франциско. И, может быть, со временем она распространится и в других странах. Профессор Котовский. В Лондоне большая индийская община. Шрила Прабхупада. Нет, нет. Это организуют англичане и американцы. Индийские общины в Лондоне и Сан-Франциско пытаются стать... Вы знаете это слово? Сахиб. Профессор Котовский смеется. Европеизированными. Оба смеются. Один очень крупный университетский социоантрополог написал очень интересную статью. Он пишет о двух процессах, которые идут сейчас. Европеизации брахманов, главным образом в высших слоях общества, и так называемой санскритизации, когда низшие классы и даже неприкасаемые перенимают брахманские ритуалы. Это очень интересный процесс, идущий прямо сейчас в Индии, но, к сожалению, положение Индии проблематично. Шрила Прабхупада. Беда в том, что Индия никак не прибьется ни к одному берегу. Они пытаются имитировать западную жизнь, но с материальной, технической точки зрения отстали на сто лет. Профессор Котовский. Да, это верно. Но что можно сделать для Индии? Шрила Прабхупада. Выход один. Я убедился на своем опыте, что если распространять духовные ценности Индии, это повысит ее престиж. Всюду, куда бы я ни приезжал, люди до сих пор восхищаются индийской культурой. Если эти сокровища индийского духовного знания соответствующим образом распространятся, то, по крайней мере, за пределами Индии люди поймут, что они что-то от нее получают. Профессор Котовский. Да, вы правы. Культурное наследие Индии должно стать известным повсюду. Но в то же время, каким образом это может принести непосредственную пользу простым людям Индии? Они живут в Индии и ничего не получают от распространения индийского культурного наследия по всему миру. В индийских деревнях должны быть удобрения, тракторы и так далее. Шрила Прабхупада. Да, мы не против этого. Профессор Котовский. Я не думаю, что вы можете быть против. Но в то же время надо что-то делать в Индии. Можно называть это европеизацией. Но такое знакомство с индустриально-технологической революцией необходимо во всех сферах индийской жизни. В сельском хозяйстве, промышленности, ну и так далее. Шрила Прабхупада. До того, как Арджуна узнал Бхагавадгиту, он был воином. И после того, как узнал Бхагавадгиту, он остался воином. Таким образом, мы не призываем людей менять свое положение. Например, вы, уважаемый профессор, преподаватель. Мы не говорим, что вы должны изменить свое положение в обществе. Мы пришли убедить вас в истинности нашей философии. Только и всего. Арджуна отказывался сражаться, говоря, «Кришна, я не хочу убивать своих родственников. Мне не нужно этого царства». Но ему была поведана Бхагавадгита. И в конце, когда Кришна спросил его, «Каково твое решение теперь?» Он ответил, «Да, я сделаю так, как говоришь ты». Это значит, что его сознание изменилось. Он был воином и остался воином. Но изменил свое сознание. Это то, к чему мы стремимся. Мы не хотим нарушать существующий порядок в обществе. Мы не против технологии. Нет. Но мы пытаемся побудить человека понять сознание Кришны. Такова наша программа. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» Т.Градия Т.Горг honor Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...